этим видео я хочу закрыть тему нарциссов нарциссизма и будет она называться в защиту нарциссов если вы оказались здесь вот смотрите сейчас меня скорее всего у вас было что-то сложное трудное в нарциссических отношениях вы пережили серьезный эмоциональный моральный ущерб и мне искренне жаль я сочувствую я готов прийти на помощь я готов быть с вами формате консультирования или в каком-то еще формате ровно столько сколько вам нужно если вы встретились с проблемой нарциссизма впервые вам очень трудно это принять и осознать принять и осознать тот факт что бывают люди с таким серьезным расстройством личности что они среди нас их процентов 5 то есть каждый двадцатый это люди без внутреннего стержня без души без эмпатии но это люди которым как-то надо в этом мире выжить своей душевной энергии у них нет и они берут эту энергию у своих жертв партнеров детей иногда родителей учителей тренеров преподавателей психологов то есть это люди как будут на более древнем языке которые присасываются к вам и едят вас и после того как вы потрошит они выбрасывают вас без всяких объяснений без всяких извинений и без всякой жалости это люди без выросшие в атмосфере нелюбви когда мама не давала им теплый добрый контакт который мама не давала заинтересованность которых мама ела также как они ели вас возможно вот пытаясь через них добрать собственную значимость это люди которые застряли психологические возрасте шести семи лет их психика приняла решение никогда больше никогда не пережить такого величайшего разочарования которые пережили они не контакт не любовь собственной матери когда я говорю что это их психика приняла решение никогда речь идет о исключительно подсознательной программе то есть типов их программном испечении находящимся глубже чем сознательный разум родилась такая сумасшедший идея вернее не сумасшедшая вполне сохранная идея больше не идти в близкий контакт близких от близкие отношения но поскольку мы люди существа социальные мы ищем этого контакта потому что только в этом этапе можно может осуществляться обмен энергии жизнь любовь признание принятия это печально но это друзья глючная программа в мозгу глубже сознательного разума но поймите они подросли им надо как-то жить и они ищут еду и на каком-то этапе жизни едой стали вы тут как говорится ничего лично просто они ведь увидели более энергетичного человека которым присосались природнились они прекрасно ухаживали за вами они дарили вам но на их уровне дорогие подарки но они вас использовали чтобы вы были ресурсом и это бы неплохо но например у скрытых нарциссах стадия идеализации заканчивается скепсисом разочарованием обесцениваем важно понимать что они никогда не контактировали с вами они идеализировали прекрасный образ который слайд фотографию гипсовую скульптуру которых слезали с вас идеализация была там и скепсис был там они никогда не контактировали лично с вами то той меры эмпатии которая необходима для создания общего душевного пространства у них не было но они прекрасно его имитировали а вы ничего не подозревая верили что дело именно у вас что это вы такие офигенские такие классные вы впустили их как самых любящих как вам казалось в самую глубину вашей души с чем вы столкнулись впоследствии с диким болезненным обесцениваем с тем что вы корчили с тем что вы может быть по несколько месяцев а то и по несколько лет не могли оправиться от этой травмы но вы поймите но они им патенты у них нет эмпатии совсем они программа программа выживания программа с черной дырой внутри они прикладывают неимоверные усилия чтобы показаться вам по-настоящему любящими по-настоящему теми которые будут вас поддерживать восхищаться вами и вы купились и выдавали все что им нужно было в ответ на то что они давали вам еще скажу вот что важно понимать что они в момент влюбления вас возможно искренне верили что они любят вас это и есть любовь и что как наконец-то они нашли свою любовь когда они любят каким кажется они возможно в этот момент были искренне но они заложники своей глючной программы под названием нарциссическое расстройство личности возможно именно поэтому у вас не возникло впечатление что что-то не так идет возможно именно поэтому вы поверили поэтому поверьте мне сейчас вы не облажались клюнув на это проявление человека с нарциссическим расстройством личности возможно он искал или она искал у вас всю жизнь в момент идеализации возможно не утверждает возможно они искренне верили что они наконец решили все свои внутренние психологические проблемы и теперь они будут любимы и теперь они наконец-то научились любить они верят этому чувству вы слышите меня они верят что они верят что это так что они нашли свою любовь если кто-то из нарциссов это смотрят напишите мне так ли это это больные люди понимаете просто они больны у них расстройство личности вернее как говорит сэм вагнин ведущий специалист мире по нарциссическому расстройству и сам в прошлом диагностированный нарцисс они там в обычной жизни когда мы встречаем человека за личностью есть душа там нет души там декларируется полиамория типа ну отношений не должны быть одни и должно быть много но это не потому что они полиаморы это понятие более широкое а потому что они выедают выбрасывают и идут на новые какие-то не жизненные поиски где находит мужчину и женщину неважно нарциссы застрявшие в возрасте шести-семи лет они полисексуальны просто им нужна энергия и для этого они имитируют сексуальность но никак готовность подарить себя в сексуальность а как готовность подстроиться изобразить офигенного любовника и любовницу для того чтобы потом тянуть брать из вас но там нет души там нет личности и самое страшное что там нет рефлексивности во всех большинстве заболеваний их личностных расстройств люди приходят и обращаются представляете ну за помощью нарциссы готовы признать что угодно неконтролируемый гнев депрессия алкоголизм но они ни за что не признают свой нарциссизм и поэтому психической психологической корректировки не поддаются придя к психотерапевту такие люди чаще всего настроены тому чтобы обучиться жить со своим нарциссизмом не избавляясь от него и более тонко научиться социальных социальным правилам нарцисс ушел от вас только после того как нашел новый нарциссический ресурс ну то есть смотрите он ест вас выедает вас пользуется вами но если чувствует что вы уже стали ему надоели стали пресным то он непременно ищет новые варианты и когда он находит новый вариант и новый вариант это может быть партнер может быть психотерапевт может быть какая-нибудь другая девушка помоложе вас вот или мамочка постарше вас поймите для них оказываем их поддержка внимание и восхищение и принятие вот что является ресурсом он сначала находит куда бы перескочить понимаете это воспринимается как коварство это воспринимается как подлость в личных отношениях людьми но для них это единственная возможность выживания вы замечаете что это вообще совершенно жесткая механическая программа нарциссы все очень одинаковые предсказуемы но также как мы все одинаковые в процессах пищеварения там кровообращение зрение там работы мозга так вот их программа там нет личностной уникальности их программа личности их внутренний источник не сформировался случай из практики тут одна женщина написала мне очень интересный очень знакомый узнаваемый стиль поведения нарциссы и я говорю так живописно так классно описали что разрешите возьму свою группу где я описываю нарциссические расстройства возьму этот самый ваш случай и вот то что вы описали анонимно на публикую она говорит ни в коем случае этого не делать я говорю почему потому что он рассказывать мне эта девушка мониторит с кем я переписываюсь кого я смотрю он вас знает и он вернее он говорил мне что я вижу в его видосиках что ты ему уже кучу рассказала про наши отношения кучу всего девушка пишет мне первый раз и если ты будешь продолжать ему рассказывать обо мне то я имею ввиду за себя не ручаюсь и я опозорю тебя на весь мир а мыс а это девушка впервые мне написала вот описала свой случай это меня наводит на мысль что это что их действие очень не творчески нелогичны и примитивны и очень узнаваемы знаете когда я смотрю на видео женщин пострадавших от нарциссического обесценивания насилия абьюза я смотрю на это и знаете чё думаю как будто речь идет об одном и том же человеке они описывают одного и того же человека действие того и того же человека его называют нарцисс но под этим именем разные имена разные персонали вернее находится вот поэтому когда я на это смотрю я уже даже не удивляюсь насколько они офигенские похожи насколько они примитивны насколько они такие программы понимаете вот есть люди личности есть программы причем их грандиозная настройка может имитировать действия слова логику нормальных людей но там нет стержня там нет личности на которые чужие слова могут но войти и каким-то образом вы усвоиться там есть алгоритм там есть душевность там есть нежность там есть вот эти всякие вещи потому что они потрясающе ухаживают пока пробивают свои жертвы но достигнув желаемого вот они также совершенно механически депривируют замыкаются обесценивают потому что у них цикл они живут как по этим своим нарциссическим часам наступило время обесценивать не все вот но при этом они присматривают себе потенциальную жертву они поедают людей и щелкают как орешки достаточно быстро иногда дольше иногда долго находится в отношениях особенно перверзные нарциссы потому что ну кто такое сокровище будет долго терпеть есть чек с нормальной психикой он выбраковывать нарцисса сразу вот он говорит так мне не подходит вот если человек с этим явлением встречается впервые он может на это купиться потому что скорее всего он или она потому что скорее всего ожидает услышать именно вот эти вот замечательные прекрасные слова которые ждал или ждала услышать много лет курса нарциссы фотографирует вас образ идут свой бункер разбираться с этим образом они иногда там его идеализируют иногда его очерняют но он всегда взаимодействует с внутренним образом это несчастные люди поймите возможность любящих отношений полноценной любви и мне знакомо что я подразумевают под полноценными любящими отношениями и так полноценным под полноценными любящими отношениями я подразумеваю Посвященность другому человеку на всю жизнь. Верность другому человеку и жертвенность по отношению к другому человеку. То есть мои чувства – твои чувства, моя жизнь – твоя жизнь. Мои интересы – это твои интересы. И наоборот. Нарциссы к этому не способны, если нарцисс перебирается к вам. Но свои денежки, свои возможности и свои пути отступления он хранит в секрете. Потому что он заранее знает, что он никогда не будет вместе с вами. Все остальное, вот без этих трех компонентов, не только касательно нарциссов. Вот смотрите компоненты. Это посвященность, ну честность сюда можно внести, жертвенность, готовность пройти жизненный путь, весь жизненный путь с вами. Он может на этапе бомбардировки любовью вам все эти песни петь, подпевая вам, сам и ни за что это не произнесет. Он может быть по умолчанию в согласии, но это не навсегда, и это не так. Он никогда, он знает, что он рано или поздно уйдет. Он не способен пройти с вами свой жизненный путь. И, друзья мои, я буду это повторять многократно на протяжении этого видео. Он, вернув нарциссу обратно, если у вас получится, вы скажете ему тем самым, что вы готовы дальше ему давать ресурс на его условиях, что будет с вашей стороны ошибкой. Давайте проникнемся к ним сочувствием, жалостью и погрустим об этих несчастных. Давайте откажемся навсегда от желания мстить, кого-то предупреждать. Леночка, ты не связывайся с этим человеком, он нарцисс. Потому что если он уже охмурил Леночку, она ни за что от такого замечательного партнера не откажется. Если он уже охмурил Леночку, она ни за что не поведется на ваши уговоры и рассказы про нарциссическое расстройство личности. Ни за что. А если он не охмурил ее, то и разговаривать об этом нет смысла. Я за то, чтобы, поймите, если вы были вместе с нарциссом и расстались, нарциссу поверят, ему удалось своей няшностью, симпатичностью, улыбчистостью, вкраса в доверие. Поэтому не пытайтесь, когда вы с ним расстались, что-то кому-то объяснить на этом языке. Конечно, можно, но только самым близким, самым надежным людям, что вы разобрались с этим, что этот человек нездоров, и у него такой-то диагноз. Это можно сказать спокойно. Если нарциссу удалось увести ваших близких друзей, на свою сторону переманить тех людей, которые когда-то были вам дороги, вы с этим ничего не поделаете. Именно в таких ситуациях, когда вы говорите, искренне делитесь, но очень кратко, что происходило с вами, и как этот человек, этот мужчина или эта женщина поступила с вами. И настоящие друзья поверят прежде всего вам. Дискредитация в интернете, попытка объясниться бесполезна. Но выговориться самым близким, конечно же, стоит. И так мы прониклись со страданиями, жалостью к такой непростой судьбе, к такой нелюбви, в которой выросли эти люди. Мы прониклись, да. Теперь мы отпускаем. Это означает, что мы говорим этому человеку в нашей жизни. Иди ты лесом. Это означает, что мы больше не ведемся ни на какие душевные разговоры, душевные открытости с ними. Если не идем сами на контакт, если они начинают пинговать, чего-то требовать, или попытки шантажировать вас, то, что мы говорим только по процессу. Я не знаю, кто более опасный. Нарцисс, разные мнения существуют. Грандиозный, как Джокер. Посмотрите фильм «Джокер», там изображен грандиозный нарцисс. Перверзный, тот, который выяв вас позитивными эмоциями, потом будет шантажом, скандалами, саботажем. Не дай бог еще, если вы вместе работаете, он будет вас подставлять, он будет делать такие вещи, на которые вы будете непременно реагировать нервами, переживанием, думанием, разговорами в голове. Но перверзные, они так просто свою жертву не отпускают. И они играют в ближе дальше. Что означает игра в ближе дальше? Это жесткая биохимическая привязка вас, подсознательная стратегия нарцисса. Когда он то проявляет максимум нежности, то вдруг резко дистанцируется. То проявляет максимум нежности, заботы, любви, прям сексуальности, поцелуи. То резко дистанцируется из лица или триплет вам нервы, или придирается. Кстати, по ходу деструктивной мамы, которые выедают вам мозг, это скорее всего перверзные нарциссы. Причем я как мать тебе говорю, сыночек, а потом раз резко такое какое-то, ну просто не понимаешь, как подменили человека два там. И вы нуждаетесь в любви мамы, вы подходите, а там вдруг встречаетесь с холодом, отстраненностью. А потом вы только отстранились, а там навстречу вам идет доброе, мягкое, любящее. Это очень жесткая штука, нарциссизм. Прежде чем рассказать о скрытых, я скажу вот что. Когда вам действительно нужен нарцисс, ну человек, которого вы любите, он оказался нарциссом. Когда он действительно вам жизненно необходим, закрыть ваши раны, успокоить ваши переживания, опираться на него, как на любящего, вы его не дождетесь. Вы будете ждать, но не дождетесь. Вы будете умолять, просить, передавать просьбу, созвониться, встретиться. Вы там не дождетесь. Потому что в то время, когда нарцисс вас депривирует, он жестко вам делает больно и кайфует от того, что ему удалось вас свалить, довести до такого состояния. Или, может быть, опаснее всего, разрушительнее всего, это скрытые нарциссы, которые прекрасны на входе. Такие любовники, такие ухажеры, такие восхищаторы. Но на выходе они обесценивают вас так, что даже если на расстоянии где-то он говорит о вас, он все делает для того, чтобы его обесценивающие реплики дошли до вас, и вам было плохо. И он питается этими эмоциями на расстоянии. Вот, нарциссы так просто вас не оставляют. И даже после обесценивания, даже если это был скрытый нарцисс, они могут еще раз постучаться. Ваша диета, ваш пост, ваше благородство, ваша зрелость сказать жесткое, категоричное нет. Но при этом в сердце мы храним позицию сострадания. Я понимаю, что ты нарцисс, ты прокололся. Я увидел, что ты человек с личностным расстройством, без стержня, не в состоянии отвечать за свои слова, не в состоянии отвечать за последствия того, что ты сердечно раскрыл человека, а потом просто выкинул на помойку, утилизировал. Вот, внутри я понимаю, я все понимаю. Ты больной человек. Но я не обязан по первому твоему якобы осознанию открываться тебе снова, верить тебе, доверять тебе. Я говорю тебе жесткое. Нет. Просто потому, что там никакой личности здоровой нет. Там будет вечный поиск. Если нарцисс опять присосется к вам, он проделает с вами тот же самый цикл. Но мы храним жалость и сострадание к этим несчастным, понимая, что мы не можем им помочь. Вот так, как, знаете, если вы находитесь на территории военных действий, и вы видите, что человека там ранило или оторвало руку, ну, если вы не медик, вы не можете помочь. Вы не можете помочь. Вот. И если вы подойдете в состоянии немогущести помочь к человеку, то из этого ничего хорошего не получится. Вы обнадежите, но вы не можете помочь. Эти люди, нарциссы, никогда не признают свой нарциссизм. Они живут в глубоком стыде за себя, в чувстве неполноценности, особенно перверзной нарциссы, и в чувстве надмения, и перверзной, и скрытой, и в чувстве надмения над всеми остальными. Понимаете, какой у них там внутренний раскол? Они понимают, что они самые крутые, но в жизни они обычно неуспешны. Понимаете? Единственное, в чем они успешны, это в обольщении жертв, потому что манипуляция — это их способ выжить. Это их способ сделать хоть чуть-чуть себе получше. Поэтому, друзья мои, имея понимание сострадания, имея в виду, что они просто пожизненные, импотенты, они не могут импотировать по-настоящему, они имитируют эмпатию, не подстраиваясь к вам на этапе любовной бомбардировки. У них там ничего человеческого, душевного, эмпатичного, сострадательного и способного отвечать за свои слова нет. Это жутчайшее моральное уродство при сохранности интеллекта. Их интеллект оправдывает их действия. Их интеллект понимает, кто они. Но там никого нет. Там для вас никого нет. Я буду повторять это снова и снова. И я говорю в защиту нарциссов. Это видео записываю, потому что я не за то, чтобы дискриминировать, дискредитировать их. Но как-то же им тоже надо выживать. Если кому-то нужно попасть в их лапки, если кому-то надо быть выведенным, вам считайте, что это прекрасная и очень замечательная школа самооценки личностного роста. Если вам удастся и измениться, трансформироваться, начать наконец-то слышать себя, перестать галлюцинировать, перестать проецировать на других людей то, чего там нет. Это прекрасно. Но иногда, к сожалению, последствия бывают многолетними. Последствия отношений с нарциссов. Но это такова их природа. Нарциссизм – это ни в коем случае не генетика, это всегда следствие воспитания. Мне жаль, дорогие нарциссы, что вам не дали реального контакта, любви и признания ваша мама, ваш папа. Мне жаль, что пожизненно вы будете одиноки, находясь в шахте. Ваш маленький 6-7-летний ребенок будет находиться в шахте, где откуда никто вас не сможет достать. Ваша грандиозность, основанная на интеллекте и на сумасшедших идеях, что вы на самом деле крутой, классный, умеет обольщать других людей, делать им больно, без всякого сострадания с вашей стороны. Если у вас нет эмпатии, мне вас искренне жаль. Потому что эмпатия – это величайший дар. Если вам наплевать на всех ваших использованных людей, мне вас жаль. Но я буду замечать вас при первой возможности. Если вы придете ко мне в терапию, я замечу вас, вас черты нарциссизма. Я посмотрю с вами хорошие ролики на эту тему. В том числе и свои. И скажу, что ты думаешь на эту тему. Если вы придете ко мне в ученики или захотите учиться душепопечению, знайте, почему я не буду вас обучать. Потому что инструменты душепопечения вы будете использовать для обесценивания меня или же для того, впоследствии, конечно, когда обучитесь моему тону, моим душевным разговорам, как сделал один из моих любимых учеников нарциссов. Или же вы будете использовать мой стиль для обольщения людей. Это предельно безнравственно. Увидев у вас нарциссические черты еще до момента, когда вы начнете втираться в доверие и располагать меня, говорить о том, что я очень классный учитель, и что вам никто не помог, и никто так не напомнил, как я напомнил вас. Я буду вас аккуратненько отправлять до момента обесценивания. И теперь вы это знаете. Мне жаль вас. Жадность, можете сказать, это унижающее чувство. Да мне плевать. Я буду жалеть вас, детей, застрявших в 6-7-летнем возрасте, не научившихся, естественно, быть взрослым, то есть брать ответственность за слова, за предоставленный душевный контакт, предоставленное телесное пространство, за разделенную с вами жизнь. Вот вы не можете. Вы дети. И ваши манипуляции совершенно детские. Знаете, есть интеллектуальные манипуляции, но есть совершенно примитивные, глупые манипуляции детские. И я их выучил. Я их знаю. Давайте на этом завершать тему нарциссизма. В мире очень много интересных тем. Не будем стигматизировать нарциссов. Это стигма. Это такая, ну, например, это просто то, что очень стыдно. Понимаете? Вам стыдно за себя, я знаю, но вы научились классно держаться. Вам стыдно за свою неполноценность, но вы научились пользоваться людьми. Хоть бы пользовались, знаете, так, себе на пользу. Вот обычный слабенький человек, невротик, он говорит, что-то у меня в жизни не получается, научи меня. Но вы же берете чувство полноценности из общего пространства, которое разделяете с другими людьми. Вот. Вы едаете это чувство полноценности и оставляете другого человека неполноценно. Если вы в курсе, я создал даже группу ВКонтакте, где выкладываю как медицинские, так и личные свидетельства о нарциссическом расстройстве личности. Можно туда подписаться и получать оттуда информацию. Почему важно получать информацию про устройство нарциссов? Да нам, нормальным, условно нормальным людям, и в голову не придет, что можно так поступать и так жить. Нам и в голову не придет, что существует такое личностное расстройство. Я пока не начал изучать, я даже дожил до 53 лет и не знал, что это есть. Но это есть. Что так люди живут, что они инвалиды и эмпотенты. Поэтому поизучать на эту тему свидетельства расставшихся, свидетельства тех мужчин и женщин, которые принимали раскаившиеся нарциссы в свою жизнь. Поизучать нужно и можно, и стоит. Но лезть туда больше не надо. Верить в покаяние нарциссы не надо. Знаете, кому я это говорю? Себе в первую очередь, а потом и вам. Мне их искренне жаль. В личном контакте я не могу им помочь. Если они придут с терапевтическим запросом, признавая себя нарциссами, вот это будет чудом. Я возьмусь. Я возьмусь. Мне интересно. Это целая научная, научно-психологическая область, возможно ли терапия нарциссы. И, возможно, через годик, может через полгодика, если какой-нибудь из нарциссов услышит, узнает в этом всем себя и обратится за терапевтической помощью, может быть я сам, а может мы вместе запишем видео. Более того, исходя из учения священной раны, помните, мы говорили об этом, если ты был нарциссом, человек с нарциссическим расстройством личности, и тебе, как Сэму Вакнину, удалось из этого выйти и преодолеть это, и стать на уровне поступков, действий нормальным человеком, социальным. И, может быть, ты станешь хорошим терапевтом для нарциссов. Я не знаю. У тебя есть, у нарциссов есть своя маленькая комната боли, где они в стыде, в чувстве неполноценности, в своем безденежье или в своем ощущении своего тотального одиночества уединяются, и там им стыдно, и там они чувствуют неполноценность. Побеждая, умея развести на чувстве и побеждая нормального человека, побеждая в смысле завоевывая его доверие, его доверие, вскрывая его сердце, они чувствуют себя победителями, полноценными людьми. Они же смогли победить такого-то и такого-то человека. Ну, это первая победа. Он является человеком, который воспользовался доверием. Доверием. Для того, чтобы получить свой ресурс. Это первая победа. Вы проигрываете, но вы иначе не можете. И мне вас жаль. Жаль и тебя лично, если ты досмотрел. Жаль. И жаль ваших жертв, которых вы трахаете, используете финансово, используете это территориально. И когда пища стала пресной, уходите без извинений. И самое страшное, наказывайте их незавершенным гештальтом, невозможностью завершить отношения и проговорить. Потому что вы, сука, знаете, что пока с вами хотят договорить, с вами строят разговор в голове, а вас переживают, с вами хотят хотя бы завершить словесно. Эти люди энергию отдают вам, и вы этим пользуетесь, вы на этом торчите. Это жесточайший и подлейший способ жить. Вы слово этичность даже и душевность используете для своих интересов или для самооправдания, или для вскрывания человека. Мне жаль тех нарциссов, я знаю несколько, которые научились у меня, моему разговору, моему стилю, но я открываю сердца людей для того, чтобы помочь мне исцелиться. И мне кажется, жестокость, категоричность в таком плане, в таком отношении, это лучший способ расстаться с вами, оттолкнуть их из своей жизни так же, как они очернили, оттолкнули у вас. Сделайте отношения взаимные. Ну и, надеюсь, 2023 год. 2022 подходит к концу. Мы все встретим более осознанными, а те, кто еще с этим явлением не встречались, и доверяют моему голосу, моему каналу, и больше в эту хрень не вляпаетесь. А гнаться за ними, уговаривать или предупреждать других людей о том, что он нарцисс, не нужно. Каждый проходит свои жизненные уроки. Доверьте ситуацию Богу или дружественной вселенной тому, что вам ближе. Обнимаю вас, родные мои дорогие люди, которые слушают. Мои вот эти разговоры про нарциссовы не имеют терапевтический характер. Я в течении и в группе, и вот здесь простраиваю что? Простраиваю ваше мышление, как относиться к этому, как в дальнейшем строить жизненную стратегию. И запомните, никогда никакого «да», только «нет». Заметили в вашей жизни в дальнейшем слишком обольстительные, слишком дорогие подарки, слишком обольстительные слова, песни о вашей исключительности, конечно, обесцонении предыдущих партнеров. Вот запомните. Это будьте настороже, перепроверьте. Каждый двадцатый, и мужчин из них больше процентов семьдесят. Я предупредил, если что. Надеюсь, про нарциссов. Это мое последнее видео. Я завершил. Все. Обнимаю, целую всех. Ну, а если по нарциссологии или нарциссологической теме, или выходу из этих ситуаций, вам нужна помощь, подсказка, консультация, вы знаете, кому написать. Все. Спасибо.